Дорогие братья, продолжаем чтение книги Продолжая, говорит, он приводит хадис, который привел в книге Шарху Сухайми на Джавхара, следующий хадис, что любой раб, который скажет три раза возле могилы умершего Если кто-либо скажет эти слова о Аллах ради хақа нашего господина Мухаммада и семи пророка Мухаммада, не наказывая этого умершего, если кто-нибудь скажет такие слова три раза, то Всевышний Аллах избавит этого человека от наказания досудного дня Поэтому дальше он говорит, что посещение кладбищ просто для вспоминания смерти Это, конечно, говорит, человек может такое получить просто увидев любую могилу А если человек хочет делать дуа, получить дуа, то, конечно, это желательно совершить каждому мусульманину Для каждого мусульманина делать дуа, каждого мусульманина умершего А если человек хочет получить барракад, то непременно, говорит, желательно совершить зиярот на кладбище, на могилы людей благочестивых Почему? Потому что, говорит, на этом уровне, на их барзахе, вот уровень между, после ухода из жизни, на этом уровне Всевышний Аллах все-таки, говорит, дает им некоторые тасарруфаты У них, говорит, остается все-таки некоторая власть, барракаты, бесчисленные Или же посещение кладбищ в целях посещения своего друга, в целях посещения родителей Пророк, салаллаху алейкум, говорил, мазара, кабра, валидей, тот, кто посещает могилу своих родителей Или одного из них в пятницу, то это будет приравняться к хаджу, паломничеству Хадис передают Аль-Хакиму-Тирмиди от Абу-Хурайра, в суеты указал на достоверность хадиса В другом хадисе ревайты передаются, что все простят им ему грехи и запишут ему спасение от ада В тавсире Кур'ана Ас-Сауи комментирует аят Всевышний Аллах указывает на того человека, который свою страсть считает божеством для себя, поклоняется своей страсти Он, комментируя этот аят, говорит далее А что касается посещения могил благочестивых людей, пророков, то это не является из вида поклонения им Наоборот, это вид, такой вид, который служит причиной для получения пользы для другого, в том числе для умерших И прося довольства Всевышнего Аллаха, читая салават, если это пророк, алейхимуссалям Или же делает дуа этому умершему любому, тем самым и тот умерший получает пользу, и тот, кто явился причиной для этого сам, кто читает дуа, делает дуа То же самое вознаграждение, которое ты просишь ради этого умершего Поэтому в комментарии Ас-Сауи говорится, в комментарии Кур'ана, что посещение могил благочестивых людей, пророков, аулияу, улемау И обращение к Аллаху через них, то есть просил Аллаху, о Аллах ради них, прости и так далее То это является из вида богослужений Аллаху, а не им И человек, который делает такой зиярод, он любим Аллаху, ближе к Аллаху Почему? Потому что, говорит, самый любимый из рабов Аллах тот, который больше приносит пользу его рабам Что при жизни, что после смерти, кто больше приносит пользу своих рабам Аллах, тот и более любим Аллах, более ближе к Аллаху Устафа линдзамбика, валил му'минейна, валил му'минейна, в Кур'ане Всевышний Аллах говорит, что мы просили грехи для своих братьев и сестер Там же нет ограничений при жизни, после смерти Улямай указали на это, что как при жизни, так и после смерти просить для них прощения Поэтому, обращаясь к тому упорному, к этой личности, которая задает такие вопросы каверзные Он говорит, неужели ты, сын, который задает вот такие вопросы, нелепые вопросы Ты думаешь, что не имея вот такие знания, свои обоснованные знания, не имея крепкие знания Ты можешь выступить против вот этих ученых Тебе стоило бы изучать те хадисы, которые переданы на счет тавассула О том, что тавассула разрешается через салихинов Что через живых, что через мертвых Поэтому, если хочешь узнать это, обратись в книгу Нур-Уль-Инсав В другую книгу Шавахид-Уль-Ха Мы насыщенно очень рассказали, еще эту информацию Насыщенно рассказали об этом В другой книге Аль-Буруджу, Мушаеда, Бен-Усус, Муайяда То есть книг очень много Кто хочет найти истину, везде она есть В множествах книг Кто хочет, конечно, найти истину Кто не хочет, он никогда, как говорится Хоть ему тысячи далилов покажешь Если его сердце это не принимает Это для него уже неправда Юсуфу Набхани Кудас Сирру Азиз В книге Аль-Мада и Хуннабауия Говорит Ты знай, что эти люди, которые попали в фитну Сегодня тоже есть молодежь, которая попала в фитну Не знает, куда идти Они утверждают, что они имеют абсолютный уровень свободного исследования Что они имеют право извлекать ахками из Курана, хадиса Они отвергают все четыре мазхаба Вместе с тем, что в них преобладает полное джахлю Полное невежество, полная нечестивость Они погрязли в грехах, как в малых, так и в больших грехах Сегодня есть ли такое явление? Люди пьют пиво, курят сигареты И рассказывают хадисы, доказывают тебе что-то Это еще тогда было Вот Юсуфу Набхани, который около 200 лет назад он был в Беруте Кудас Сирру Азиз, он рассказывает Вот углубившись, полностью втянувшись Вот такие интриги, эти люди, говорят, что-то хотят еще Отвергать, доказать Еще утверждать, еще за собой, говорят, тянут множество людей Не придерживаются никакого ни халала, ни харама Дин, религия у них Это, говорят, калям в каляме Калям в каляме Речь в речи Болтовня Одна болтовня Пророк, саламу, говорил Признак того, что Всевышний Аллах отвернулся от раба То, что Всевышний Аллах занимает этого человека ненужным Или же Всевышний Аллах ему дает спор Он будет спорить всю жизнь Это признак того, что Всевышний Аллах отвернулся Пусть Всевышний Аллах не сделает Из числа таких людей Которые занимаются ненужным Поэтому Иосиф Набани далее говорит Что касается исламских ученых Имамов ислама То они не добавили что-либо к Курану И не убавили Все, что они говорили Не уходит за рамки Курана, хадиса Все Находится в кругу Курана, хадиса Поэтому У нас не должно быть ни тени, ни сомнений Ни капли сомнений в том Что наши имамы Праведные все Имамы, все четыре Их было и больше Что они Ни на грамм Ни на сантимет Ни на миллимет Не вышли за пределы Ислама за пределы Курана, хадиса Шавахиду-ль-Хақа Иосифу Набани Передают Что Ибн Салах Передают От некоторых Усулиинов Что они сказали Что во время Шафи'ия Ради Аллаху Не было уже Самостоятельного Мучтада Самостоятельного Человека Который мог Свободно делать Какое-то исследование Из Курана Издавать Самостоятельные Хукмы На его уровне На уровне Шафи'ия Не было Ибн Хаджар Хайтамир Говорит Ибн Хаджар Хайтамир Рассказывает Что Имаму Харамайни Многие слышали Когда читают Книги Фиқа Встречается Имаму Харамайни Абул Ма'алин Жуайни Это был Учителем Имаму Газалия Рахмахуллах И так же Худжату Ислам Сам Газали Которые Достигли Таких высот Их даже Не называли Асхабу Люди которые могут Исходя из слов Ахкама Которые издали Свои имамы Например Шафей Издавать Согласно Извлекать Из этих слов Ахкама Даже они Говорит Этим не были Люди Такого ранга Такого уровня Неужели Говорит Люди думают Что они Достигнут Их урона Урона Имаму Харамайни Абул Ма'алин Жуайни Или же урона Имаму Газалия А что Говорит Ты думаешь Об остальных Когда даже Эти не достигли Имам Газалия Тоже Жил в пятом веке Поэтому Человек Который Не заслужил Не заслужил Уровня Ичтихада Он Должен Говорит Следовать Этим имамам И не выходить За рамки Как Говорит Можно Человек Который Не понимает Даже большинство Тех выражений Которые говорят Излагают Эти имамы Не понимает Полноценно Как надо понимать Как он может Утверждать Себе Что он На уровне Абсолютно Свободного Ичтихада Свободного Исследования Поэтому Имам Рафаи Рифаи Имам Рифаи Аш-Шафи Говорит Что Каум Аль-Каум Вес-Каум Так же Ахлутаса Все Единогласны В том Мнении Что Недус Сегодня Мучтаида Мучтаида Человек Который Может Абсолютно Свободно Издавать Какие-то Хукмы Исходя Из Курана Хадисы Раньше Говорили Здесь Нам Хаса Говорил Что Тот человек Который Ему Задает Вопрос Что Он Сам Тоже На самом Деле Все Что Понял Понял Изучил Книги И Куран И Хадис Вся Истина К нему Дошла Через Книги И После Того Что Он Приобрел Он Выступает Против Это Тоже Нелепо Ты Все Узнал Из Книг От Ученых Теперь Выступаешь Против Ученых Это Как Неестественно Имам Газали Сам Ясно Говорил Что Его Век Что Его Век Тоже Нет Мучта Ида Человек Который Может Свободно Не Опираясь Ни На Что Прямо Из Курана Хаи Издавать Какие Ахканы Нет Говорил И Хай Тоже Намекает На Это В своей Книге Аль-Басит Имам Газали Говорит Что Вот Эти Условия Которые Необходимы Для Которые Должны Быть Их Говорит Нет В нашем Веке Представьте В пятом Веке Нет Он Говорил Сегодня Люди Утверждают Есть Всякие Там Секты Какие-то Крачковские Мракасковские Которые Основаясь На Собственном Умозаключении Издают Ахканы Да Упасет Аллах Юсуф Набхани Говорит Передавай От Курди Мухаммад Амин Аль-Курди Следующий Извлекать Ахканы Из Курана Хадис Не Разрешается Кроме Тому Человеку Который Достиг Уровна Иштихада То есть Таких Цитат Таких Ссылок Очень Множество Начиная С тех Веков До Сегодняшнего Дня Поэтому В стихотворной Форме Здесь Говорится Тот Человек Навс Которого Не Познал Цену Этому Человеку Что Он Стоит Что Он С Тебя Представляет Другой В нем Увидит То Что Невозможно Увидеть Поэтому Человек Не должен Переоценивать Свои Возможности Должен Спуститься На землю Молодежь Особенно Должен Понять Свой Уровень Что Он Только Вчера Начал Молиться Что У него Нет Абсолютно Никаких Знаний Иначе Когда Он Начнет Борьбу Против Ислама В нем Элементарно Простые Люди Столько Всего Обнаружат И Всевышний Аллах Заставит Всех Людей Внушить Всем Людям Возненавидит Такого Человека Прокляет Того Человека Которого Об этом Повествует Хадиф Коротко Расскажем Пророк Салава Салава Когда Всевышний Аллах Полюбит Какого-то Раба То Всевышний Аллах Говорит Невестным Жителям Внушает Им Чтобы Они Полюбили Этого Человека Потом Небесные Жители Внушают Земным Жителям Обитателям Чтобы Они Полюбили Этого Человека Говоря Им О Люди Аллах Полюбил Какого-то Человека И Вы Полюбите Его Возлюбите И Наоборот Когда Всевышний Аллах Ненавидит Какого-то Человека Внушает Небесным Жителям Обитателям Потом небесные, земным, внушая им, говорит, о, люди, Всевышний Аллах возненавидел какого-то человека, и вы возненавидите этого человека. Так что, ничего странного. Дальше, советуя, давая совет вот этому человеку, который упорствует против всего, против всей истины, против ахлю тасавуфа, дает совет Хасан Хуму Кудзис-Сирру, не позволяющий найти к тебе путь. Тогда он тебе не даст пройти к истине. Он тебя ведет в места погибели. Ты погибнешь. Но что тебе в этом поможет? Как ты выпутаешься из этой ситуации? Ты должен признать правду, хак, должен признать тем заслуженным людям, которые знают эту правду. Если ты не знаешь тасавуф, спроси людей, которые в тасавуфе. Если не знаешь врача, у врача спроси. Не надо, говорит, самодурством заниматься. Ты не должен быть доволен собой. Совет он ему давал. Не надо, говорит, самовосхищением заниматься. Это пророк говорил про это, что изгубящих факторов три перечислил. Среди них это самовосхищение. Самодовольство. Когда человек самодоволен, он ничего абсолютно не слушает, ничего абсолютно не проникает в его сердце. Нету подступа. Ты должен признаться своей недостаточностью, своей оплошностью. Ты должен признаться. Вот это лечение. Ты должен смотреть на ученых ислама и на прежних мучтайдов. Должен взирать на них, брать с них пример, исследовать за ними. Не должен выходить за рамки их мазхабов. Держи, говорит, любой мазхаб. Держи. Но не путай эти мазхабы. Не делай из них кашу. Не делай то, что не говорит ни один из имамов. И не ищи, говорит, там себе облегчение и всех мазхабов. Но не выходи за рамки. Он дальше говорит Хасан Хаммель Кусирру. Та группа еще тогда была Аль-Фиркату Л-Ваххабия. Здесь группа Л-Ваххабия. Те, которые идут вот таким путем выступают против Ахлю Сунна Валь-Джима'а, который запрещает посещать могилу пророка, салаллаху ассалам, также могилы благочестивых людей. Их тоже, говорит, предостаточно. Среди них он перечисляет Джамал-уддин Афгания, его учеников, потом Мухаммад Абдуху перечисляет, также Ибн Абдул-Ваххаб, Рашид Риза и им подобных других. Дальше рассказывая о них, об их деятельности. Хасан-Химмад Абдухи говорит про Джамал-уддин Афгани и про его ученика. В книге Аль-Мадайхун Набавия рассказывает, что Джамал-уддин Афгани, который в свое время выступал против Тасавуфа, категорически выступал против Тасавуфа, он говорит, что он умер в Костантинополе, то есть в Стамбуле, в Нине Стамбуле умер, и разговаривать не мог, у него была такая болезнь, что язык у него опух во рту, и пришлось отрубить этот язык. Потому что в свое время человек не мог держать язык за зубами, порочил. Тасавуф Аль-Уддин Тасавуф порочил. Джамал-уддин Афгани известная личность. Тот же его ученик Мухаммад Абдухов из Кандирии в Александрии в Египте, он вот той же болезнью умер. Пришлось ему тоже отрубить язык. Никакой пользы он не получил, и от него люди никакой пользы не получили. Сейчас Мухаммад Абдух, если рассказать, Мухаммад Абдух в свое время был изгнан из Египта из-за того, что он хотел, как вот такие взгляды были у него против Аль-Уддин Тасавуф, его изгнали оттуда, изгнали оттуда, туда, в Европу, Англию. Через день, которое время, пришел он и привнес Джамал-Азгар, Джамал-Азгар в университет Аль-Азгар, он внес европейскую систему, и с тех пор Азгар стал слабым, ослабел Азгар. Сейчас в данный момент в Азгаре нету той второй программы, нет второй закалки, сами они признают, приходится индивидуально занимать других ученых и индивидуально у них учиться. Вот что сделал Мухаммад Абдух. То же самое говорится про Рашид Рилва. Юсуфу Набхани говорит про Рашид Рилва, что задолго до того, как он посеет смуту, Муисуфу Набхани рассказывает. Я видел, говорит, во сне, что он хочет написать какую-то книгу, какую-то книгу, в которой опровергается Тасауф. Я, говорит, во сне ему сказал, не надо это делать, успокойся. И через некоторое время этот человек, я, говорит, видел его с черным лицом наподобие Эфиопа, черное лицо. Это, говорит, указывал во сне, что у него халь, его состояние очень не из лучших. И когда-то через некоторое время, когда он появился, я ему, говорит, напомнил, говорил, не делай это. Я видел это во сне, но, говорит, не обратил на меня внимания. Книга, говорит, про раббит, но Хасан Хельме Кудеса Сирру он намекнул на важные вещи, на то, что необходимо придерживаться ученых, на то, что эти ученые были в свое время Тасауфе, отзывались хорошо. И теперь, дальше, возвращаясь к теме раббит, он говорит, что имаму Раббани в своей книге Мактубаты Мактубаты пишет вот так, ты знай, что получение раббиты шейха с муридом, с муридом, без особых усилий, без особых, чрезмерных усилий, говорит, оно происходит. И это раббит делает такой амаль, такое действие, когда между муршидом и между муридом бывает полное согласие полное согласие между муридом и муршидом. Вот это связь раббита делает свои действия, приносит свои плоды. Вот это, говорит, является причиной для получения пользы. И нету пути ближе и быстрее, быстрого и более такого близкого пути, чем раббиту. Чем раббита, говорит имаму Раббани. Поэтому, говорит, счастье тому, кто получил пользу от раббиты. Имаму Раббани еще раз говорит, что самую главную, основную пользу человек получает через раббиту. А раббиту, мы говорили, раббита, это просит у Аллаха те же самые дары, которым он одарил своих рабов. Тех пророков, у Аллаху, у Аллах, дай мне тоже те же самые знания, те же самые улюми. Также в книге Джами'у Усули Аулия говорят, раббит это самая ближайшая дорога. Это место, где раббита, это такой момент, в котором зарождается всякие чудеса. Поэтому викру поминания Аллаха, просто отдельное поминание, без раббиты, без полного растворения в своем шейхе, без полной любви. Один викру, оно, говорит, не доводит до цели, не приводит. А что касается раббиты, без, например, соблюдая адабы сухбата, если даже у тебя мало викру, но соблюдая адабы сухбата, того, что дружба со своим шейхом, то оно, говорит, предостаточно приведения, доведения к цели человека. Раббита. Пророк, салаллаху Ассаляму, Умар сказал, Умар, твой иман не усовершенствуется, пока я не буду для тебя ближе, любим, чем твой иман, чем имущество, чем дети, чем даже ты сам. Это условие было для камалу аль-иман, для совершенства имана. Поэтому очень важный момент, что человек, мюрид, должен любить своего шейха. Если он полюбил своего шейха, он полюбит других. Под цепочкой до пророка, салаллаху али-васалям, оттуда идет цепь к Джибрилю и к Аллаху. Так же автор книги «Аль-Фаттаву аль-Умария куд-де-сирру» он передавая слова Шарх-юль-Убаб ибн Хаджар рахайтами рахима Аллаху он говорит, что человек достигает такого уровня, в котором уже Юхат ибн-наби салаллаху ибн-сиррую как будто видит пророка, обращается к пророку, разговаривает с пророком. Почему? Потому что в это время у человека полный хулур, полная сосредоточенность, полная концентрация. Когда дает салам пророку он должен представить его перед собой. Это рассказывает ибн-наби Аль-Хаджар Аль-Хайтами Он должен представить до того уже дальнейшем его уровень дойдет до того уровня, что уже он начнет видеть суру образ пророка салаллаху алейху салам. Вот об этом говорит ибн-наби Аль-Хаджар Аль-Хайтами Также адабами тех людей, которые читают зикру мурид являются представлять образ своего шейха перед собой, чтобы еще больше соблюдать этику адабов зикра. Это говорит имам Шаарани Аль-Нафахат Аль-Кудсия в книге. Также Аль-Фатава Аль-Умария в книге говорится «Ты знай, что рабит в терминологии вообще использование тарикат Нахшимандия это выражение о трех элементах. Это рабит Атуль-Хуллор рабит Атуль-Маути рабит Атуль-Муршид Что такое рабит Атуль-Хуллор? Рабит Атуль-Хуллор это связь сердца Мурида с Аллахом. Проявляя любовь к Аллаху, полноценную любовь. Постоянно думать о том, что Всевышний Аллах видит его, он вместе с ним. Быть сосредоточенным. Помнить постоянно об Аллахе. Знать, что Аллах слышит, все знающие, видят. Согласно слову пророка саллаллаху когда он комментировал Ихсан, он говорил поклоняться Аллаху как будто ты ее видишь. В Коране Всевышний Аллах говорит что Всевышний Аллах где бы вы ни были. И также действуя согласно содержанию хадиса что самое достойное из всех деяний является чтобы ты знал что Всевышний Аллах вместе с тобой где бы ты ни был. Поэтому вот это рабито является из всех этих трех видов рабито самый высочайший вид рабито. Это и основной максуд цель от рабито самой. А что касается рабито о смерти то это означает что человек связывает свое сердце с смертью представляет смерть могилу судный день думает размышляет о страхах величайших наказаниях страхах того дня пророк пророк саллаллах говорил муту кабля анта муту умирайте прежде чем умрете умирайте прежде чем умрете представьте себе что вы умираете во хасибу кабля анту хасибу в другом хадисе сказал ведите собственный отчет в ревизию прежде чем вас спросят прежде чем спросят хадис передает Ибнол Мубарак Ахмад Имам Ахмад передает и другие в другом хадисе будь на этом свете подобно человеку который пришел издалека как чужий странец или же подобно человек который переходит дорогу и считай себя в числе тех людей которые уже ушли из этого мира в иной мир считай себя в числе умерших вот это и делается на кшумандийском тарикате а что касается третий уровень то это вообще связь мурида полноценной любовью с искренностью либо с пророком из каких любых пророков либо с каким нибудь валием из или же со всеми он связывает в свое сердце любовь связывает со всеми или же сельсилой которые связаны с пророком саллаху алейкум вот это говорит рабит а то муршит рабит а с муршит когда рабит обувает полноценная и получается полная духовная связь между тем кто вступил в тариқат и между тем с кем он делает рабиту то в это время человек получает от руханията от руханията того шейха или же валия или же другого ученого получает файл его баракат и этим самым он приближается к Аллаху он этим самым ищет для себя шафаат помощь в это время он отдаляется от грехов от зла вот это и есть в нашем понимании рабита ты так упорно отрицаешь рабиту покажи что там запретное поэтому рабита имеется в сердце любого мусульманина любого му'mina который любит Аллах и его пророка любит аулия Аллах по своей природе по натуре который любит и то в зависимости от его любви от любви которая исходит из сердца мусульманина в зависимости от подготовки его и от того как он готов принимать кабель яд есть у него готовность должна быть и кабель яд которая сила которая воспринимает все это подобно сухой траве или же там что-нибудь такой бензин если есть возле там здесь подальше зажгешь она уже зажигается там потому что притягивающая сила вот такой же если человек есть который у которого полная готовность сердца готов к полной отдаче этот человек получает баракат а тот человек который все это воспринимает как говорится не воспринимает не воспринимает относится к этому сомнениям не верит аулия аллах как книга пишется этот человек лещен кто не верит он лещен он махрум пусть Всевышний Аллах не сделает нас из числа тех людей которые не верят в его аулия аллах не уважают их пусть не сделает и так их набор сделать из людей которые уважают их любят их просят у Аллаха чтобы Всевышний Аллах наделил нас теми знаниями теми же возможностями тем же приближением к Нему которым Он наделил этих людей пусть Всевышний Аллах даст нам возможность понимать то что они хотели до нас донести так искренне пусть Всевышний Аллах не сделает нас из числа тех людей которые хотят понять то что они донесли как сами хотят понять это самая большая ошибка поэтому надо всегда просить Аллах дай нам понятие этой сути так как тебе угодно как было угодно пророку как было угодно имамам улема аулия вот так надо просить Всевышний Аллах защитит нас от зла нашего злейшего врага нашего нафса и от зла саламу алейкум врахмату 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 Продолжение следует...